Стиральный порошок Альфа 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 Стиральный порошок Стиральный порошок Альфа 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 Госдумы Павел Крашенинников провел пресс-конференцию для представителей городских средств массовой информации. Близится к завершению традиционная летняя ремонтная страда от реста теплификации. В этом году ремонтники наметили для себя, как никогда, большой объем работ. В школах Магнитогорска завершаются приготовления к новому учебному году. Почти все ремонтные работы финансируют родители учеников и спонсоры. Сегодня в общественно-политическом центре Магнитогорска депутат Государственной Думы Российской Федерации Павел Крашенинников провел пресс-конференцию для представителей городских средств массовой информации. Основной темой сегодняшней пресс-конференции стало обсуждение плюсов и минусов так называемой административной реформы. По словам Павла Крашенинникова, сейчас административная реформа существует только на словах. А между тем, сделать предстоит очень многое. Практически каждый день к нам, в частности, в приемную и в Государственную Думу в комитет поступают разного рода вопросы, бюрократии к нашей несоциятельности некоторых, так скажем, органов власти. И, конечно, мне кажется, что пока мы об административной реформе только говорим, а на самом деле мы видим огромное количество примеров, когда, ну просто, те люди, которые занимаются властью, практически не исполняют надлежащим образом свои обязанности. Как было отмечено на пресс-конференции, сегодня одним из больных вопросов является несовершенство закона о гражданстве. И касается это не только проживающих на территории России иностранцев, но и российских граждан, оказавшихся за пределами страны. По мнению Павла Крашененникова, здесь уместно говорить о контрреформе. Уже этой осенью в законе о гражданстве планируются существенные поправки, которые позволят избежать многих сложностей бюрократического характера в этой области. Также оставляют желать лучшего и ситуация с законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. А угроза введения закона об обязательном страховании жилья вызывает среди населения настоящую панику. Впрочем, Павел Крашененников утверждает, что в готовящемся жилищном кодексе такой главы пока нет. Обсуждались и другие вопросы, в частности, закон о противодействии коррупции и связанная с ним проблема криминалитета во власти. По мнению Павла Крашененникова, единственное, что можно сделать, чтобы законы не являлись чисто декларативными, это внести поправки и в уголовный кодекс, четко определив уголовную и административную ответственность за каждое нарушение. Сразу после пресс-конференции Павел Крашененников посетил Магнитогорскую государственную телерадиовещательную компанию. Эксклюзивное интервью вы сможете увидеть в эфире в МГТРК в рамках программы «Вести Магнитогорск». Близится к завершению традиционная летняя ремонтная страда треста теплофикации. В этом году ремонтники наметили для себя, как никогда, большой объем работ. И уже сейчас можно с уверенностью сказать, что планы будут реализованы. В продолжении темы сюжет Андрея Подольского. Это новое здание представительства Лукоилова в Магнитогорске. В зиму к нему необходимо подвести тепло. Воспользовавшись средствами неожиданно всплывших заказчиков, трест теплофикации, внеся из своей деньги, отремонтировал на паях 200 метров магистральной трубы. Делали вынос теплотрассы, это мы совместно с Лукоилом делали работу, потому что их здание получилось на нашем здании, на нашей, вернее, трассе. Поэтому мы, значит, заодно и сделали, заменили этот участок трассы. Вообще в этом году явно вырисовываются две характерные особенности всех ремонтов. Первое. Как правило, огромные объемы работ делаются совместно с другими организациями. Например, с ММК «Магистраль» возле драмтеатра Пушкина с Лукоилом на проспекте Ленина. Это значительно экономит муниципальные средства. Второе. В ходе всех ремонтов взамен обвешавших труб укладываются новые, большего диаметра. По сути, трест открывает перспективы для нового жилищного строительства в Правобережном и Ленинском районах. Так было с заменой магистрали по центральному переходу. Теперь тепла хватит всем. Горожанам не надо будет беспокоиться за эту зиму. За лето мы наметили очень большие планы поменять. Вроде намеченная работа пока у нас идет по плану. И мы можем гарантировать, что зимой все люди будут и с горячей водой, и с отоплением. Около 80 миллионов рублей освоят этим летом на замене труб трест. Это своеобразный рекорд магнитогорцев. В первой половине 2003 года комбинат погрузил около 6 миллионов тонн грузов, что почти на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На ритмичности отправок предприятия сказываются собственные передовые технологии и эффективно работающие связи с Южно-Уральской железной дорогой. Свою роль в сохранении крепких связей ММК Южно-Уральской железной дороги играет и гибкая тарифная политика, проводимая железнодорожниками. Как железнодорожники, так и металлурги заинтересованы в хорошей подготовке транспортного комплекса ММК к работе в зимних условиях. Проверки воссостояния вагонного и локомотивного парков, путевого хозяйства, тепловых боксов, систем электрификации, сигнализации и связи комбината должны быть проведены своевременно. Бесперебойная работа транспортных комплексов во время морозов сократит простой вагонов под погрузочными операциями и повысит оперативность обеспечения ММК подвижным составом. Вы смотрите информационную программу Вести Магнитогорск. Руководство Магнитогорского металлургического комбината приняло решение о продаже построенного в 1994 году современного мясоперерабатывающего комплекса. Только он способен перерабатывать импортное мясо, которое в немалом количестве поступало и будет поступать в наш город. Закрытие предприятия повлечет за собой самые серьезные последствия, так как этот комплекс, помимо всего прочего, включает в себя единственный на юге области мощный скотобойный пункт, обладая законченным циклом производства, вплоть до выпуска костной муки и обезвреживания мяса больных животных. Недавно побывавшая на комплексе комиссия, во главе с начальником Главного управления сельского хозяйства и продовольствия и администрации области Александром Завалишиным, пришла к единому мнению, что для сохранения и развития мясоперерабатывающего производства комплекс необходимо выкупать. Чтобы ускорить этот процесс, руководство администрации Магнитогорска обратилось к губернатору с просьбой помочь областной продовольственной корпорации приобрести комплекс. Такое решение поможет сохранить интересы населения и металлургического комбината. За неделю в Магнитогорске зарегистрировано 148 дорожно-транспортных происшествий, 34 с пострадавшими, 1 человек погиб. Основным видом ДТП, в которых травмируются люди, по-прежнему остаются наезды на пешеходов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, общее количество ДТП возросло почти в полтора раза. В школах Магнитогорска завершаются приготовления к новому учебному году. Почти все ремонтные работы финансируют родители и спонсоры. Лишь на немногие объекты выделяются средства из городского бюджета. Так, в школе номер 22 на деньги управления образования Магнитогорска проводится реконструкция пищеблока. Школа номер 22 – обычная среднеобразовательная школа города Магнитогорска. В ней обучаются дети, проживающие в поселке Крылова. Здание старое, построено в 1948 году. Капитальный ремонт не проводился уже несколько десятилетий. Усилиями педагогического коллектива здание школы удается поддерживать в приличном состоянии, а желание учителей сделать ее более уютной помогает найти средства и модернизировать школу. В нынешнем году в ней проводится одна из самых больших реконструкций среди объектов сферы образования Магнитогорска. Практически заново перестраивается пищеблок. Пища разносилась в обеденный зал через коридор, а там были дети, то есть могло случиться и травма, и плюс попадание различной грязи в пищу детей. То есть вот это как бы явилось самое главное. В итоге мы хотим совместить обеденный зал с пищеблоком, чтобы пища непосредственно попадала в обеденный зал из раздатки. Во-первых, она будет горячей, во-вторых, это будет менее опасно для здоровья детей. Готовят школу к учебному году учителя, тем самым бесплатно осваивая дополнительные специальности. Штукатура, маляра, помогают родители и ученики. Подрядчики не соглашаются, их услуги стоят намного дороже. К первому сентября школа должна быть как новая. Практически все ремонтные работы закончены, и мы надеемся, что даже ремонт пищеблока у нас к первому сентября уже будет закончен, и дети могут быть обеспечены горячим питанием. Сейчас в школе уже во многих классах ремонт завершен. Учителя расставляют мебель, парты ждут своих учеников. В школах Магнитогорска в результате проведения инвентаризации выяснилось, что необходимо приобрести в общей сложности 300 тысяч книг. Очевидно, что без материальной помощи родителей тут не обойтись. Так, комплект учебников на одного ученика начальной школы будет стоить в среднем от 400 до 600 рублей, а в старшей – от 1000 до 1200. На улицах города появляются школьные базары, а специализированные школьные магазины принимают первых посетителей. Учебная литература и канцелярские товары составляют половину рыночного предложения. Подробности в репортаже Алексея Шишкина. Сезон продажи школьных принадлежностей уже начался. Это время подготовки к новому учебному году. Все помнят то чувство радости в бытность свою школяром, с которым шли с мамами и папами на школьный базар. Яркие обложки книжек и тетрадей, новый ранец и костюм на размер больше. Сейчас романтика пропала. Купить можно что хочешь и сколько хочешь. Торговля на ярмарке немножечко, конечно, спала по сравнению с прошлыми годами. Ожидаем покупателей, приезжих из деревень и наших горожан. Бедственное положение в то же время объясняется отдаленностью Дня Знаний. И, как говорят продавцы, чем ближе к сентябрю, тем касса будет полнее. С другой стороны, канцелярские товары можно купить и в близлежащем магазине. Людям ближе идти в магазины и удобнее, может быть, чем к нам. Вопреки народной мудрости, что знания купить невозможно, родители стараются обеспечить своих чат новейшей учебной литературой, какую только можно купить. К тому же у каждого учителя своя программа работы с определенными учебниками. И если заботливый отец стремится обеспечить своему юному дарованию блестящее будущее, то вынужден проводить в поисках соответствующей литературы большую часть своего времени. В специализированных магазинах учебных пособий серьезно настроены на прием большого количества покупателей. Скоро 1 сентября, вся страна пойдет учиться. Поступление учебников, может быть, уже не будет в таком количестве, сколько сейчас есть. Поэтому мы обращаемся к родителям, пожалуйста, приходите к нам, покупайте учебники. У нас выбор очень большой учебников. Пожалуйста, мы вас ждем. Всегда рады видеть. В минувшую субботу состоялся очередной Кубок главы города по футболу. Эти соревнования стали доброй традицией. Интерес к ним проявляют самые разные городские организации. Отличительной чертой соревнований на Кубок главы города по футболу является то, что участие в них принимают непрофессиональные спортсмены. Команды состоят из работников различных городских организаций. В нынешнем году на футбольное поле вышли команда ветеранов спорта «Металлург Метизник-2», сборные ММК, средств массовой информации и администрации города. Недостаток мастерства возместили упорством и желанием победить. В итоге первое место у работников комбината, второе у журналистов. Но главное не победа или поражение, а тот заряд положительных эмоций, который получили все участники Кубка. Что касается главной магнитогорской футбольной команды, то «Металлург Метизник» проводит очередные игры на выезде. 11 августа матч с «Камазом» из набережных Челнов. 14-го игра в Ижевске с местным «Динамо». В турнирной таблице чемпионата магнитогорцы по-прежнему занимают 16-е место. Это был последний материал выпуска. Вы смотрели информационную программу «Вести Магнитогорск». Впереди вас ждет прогноз погоды. Я желаю вам всего доброго. До свидания. Прогноз погоды на 12 августа. Ночью и днем облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер южный 5-10 метров в секунду. При грозе порывистый. Температура воздуха ночью плюс 17-19. Днем 29-31 выше ноля. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Продолжение следует...